Вас сегодня ожидает очень интересное путешествие в Малаканское село и будем праздновать Пасху. Поехали! Мы уже в деревне Фиолетово. Вон они уже вышли встречать нас. Друзья, мы приехали в село Фиолетово и это одно из самых старых домов. Дому 150 лет. И мы попросили хозяев показать. Есть обеленные новенькие дома, но мы решили посмотреть самый старый дом. У меня сейчас ностальгия, аж слезы идут, потому что у меня в деревне полпапы точно такие дома. Второй этаж. Да, балкон и резные деревянные крыльца и даже есть скворечник. И как раз вот сейчас капает дождь. Прям вот запах деревни родной. Будем калитку открывать. Тут гусей много. У меня. Да, много. Вот это точно наша привольная. Гусей не будем пугать сильно. Да, они сейчас еще нападут. Заклюют. Не надо. А это вот рассада. А это вот рассада. А это вот рассада. Вот. Это будет в дальнейшем малаканская капуста. Ровно 150 лет. И там он курятник. Мы людей не будем показывать. Людей не будем показывать. Это на рассаду? Вы сейчас саживаете как-то. Завтрашнего дня. Серьезно? А у нас тут в Карабахе. Вы знаете, куда мы сажали? В феврале. Смотрите, какой старинный комод, гардероб. Ух, как красиво. Смотрите, потрескалась. А вы знаете, у меня один из родственников в советские годы имел завод помебельного цеха. И он вот такие вещи тоже делал. У меня тоже старый, старый есть такой гардероб. Знаете, сколько старинных есть? Вот сюда сейчас. А туда идет уже... А, половину, да? Да, да. А потом он все сам делал. Он был плотник. Вот эта кухня была. Да, да. Да, красивая. Если здесь убрать, то... Просто мы сделали под балл. Кстати, дом продается. Но малаканом сугубо. Да. Да, и посуда осталась еще. А вы сюда вообще не заходите. Прямо картошка. Нет, жить. Сара, о-о-о-о! Русская печка! А, вот это интересно. Вот мы, когда были маленькими детьми, я взбиралась на второй этаж. Там тепло было. Тут ставили картошку в горшки глиняные. Хлеб пекли. А мы взобирались туда. Сейчас буду все снимать. И вот эти дырочки, они как шкафчики были. Тут вся картошка, которая будет. Продукция с фикстинской капеллы. Видела? Ну, сейчас комодочный снимем. А он белый. Ну, вы ее красили. Да, да. А я сразу про гимели вспоминаю. Покрасили в белый цвет. Ну, так как никто не живет, вы посмотрите, какие интересные розетки. Как раньше вот свет проводили. Сейчас они делают все иначе по европейскому стилю. А картину можно в Малаганске? Можно, можно. Да. Я думала, нельзя. Телевизор был он плоский. Ну, это старое. Это просто. А тут еще немножко капустки осталось. Да, это уже все. Вот это капустка. Это уже конец. У-у-у, какая комната большая, смотрите. Еще игрушки сюда поставили. Полы нормальные? Да, да. Если бы уж ломать не сломать. Гардеробка какая красивая. Понимаете, он был сам плотник. А-а-а, он сам делал. Все сам вырезный, его все делал. Он 106 лет же. 106 лет. И дед никогда не женился? Нет, у него были дети. Потом вот и дочка его, она нам подписала, она осталась. Ставни, видите, оттуда закрытые ставни. Это называется ставни. Сейчас балкона можно поснимать? Вы просто в кадр, чтобы не попали мне. Да, я печку еще сфотографирую. Немножко выйди, пожалуйста. Ага. Еще фото сделаю. Вот. Мы ставни закрывали. Всегда. Вот, видишь, Елена? Она висит на крючок и закрывала. Да, но тут уже поставлено, мы не сможем открыть. Ух, ух, какой балкон моего детства прям. Вот. Старый, старый. Старые. Вот, и представьте, что вот это дерево. Красиво. Осталось еще. Посмотри, какие эти вот, как их бывают. Петли. Петли. Да. Да, сканально сделали. Добротно. Смотри, 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 смотри. Угу. Ну, расписное дерево называется. Еще. Можно жить. Просто почистить. Да, конечно. Купить. И все. Армянок много идет. Ну да, по закону. Они только хотят продать русским людям, молоканам. Ой, лепота. А кому еще можно? Вот видите, какой правильный губернатор. Не надо на губернатора обижаться. Он правильно делает. У нас роса, да, вот еще вот посажено. Вот им три диска посадили немножко чувств. Ну вот, три диска другая тоже будет посажена. Нет. Или только чисто русские. Черепичные крыши. Ага, понятно. Которые 106 лет. Как звали? Иван. А фамилия? Аринин. Аринин? Да. Тамбовский был он. Да, да. Родом. Вот. И тут еще вот сам делал гвоздь. Там гуси сейчас заклюют нас. Смотрите, какой мастер, а, на руки был. И все вот, все-все своими руками. А тут черепицы не было, да? Сейчас просто уже шифер. Вот это его мастерская тут была. И всей деревне он все делал, да, наверное, из дерева. Смотрите, домики, они деревянные, видно. Потом штукатурили их. Известью, да? Глина с известкой. Глина с известкой. Да, глина и известь смешалась вместе. Мы штукатурили. Ух ты. Какие окна. Вот тут они не поменяли и правильно. Знаете, вот пропадает то, что было. То, что природой дано. Сейчас сделали из пластика. А тут вон камни, дерево, дышит. Все природное. И навоз тоже природный. Смотрите, еще горшок чугунный. Вот в этом чугунке мы варили картоху. А мы борщ. Борщ. Все варили. И вкуснее не было ничего. Когда петуха туда бросишь, ты получаешь. Да, правильно. Петуха вообще. Ну, все вкусно было. Да. У нас еще и пирожки тоже пекли в печи. Были дрожжевые. Вот я покажу, какая дверца у нас. И вот так осторожненько. Все. С этим старым домом. А у него сын живой сейчас? Нет, мой сын. А, ваш сын сделает. Вот, отреставрируем его. Где поставим, где новое поставим. Да. Вон, смотрите, какие резные. Очень красиво. А люди маленькие в то время были? Потому калитки маленькие? Или просто надо было как с поклоном? И дома. И калитки. Вот, чтобы заходить надо было. Да, надо было. А подвал был? Подвал нету. Как стоколь подняли, так и осталось. Подвал там нету. Просто чтобы вот не было влаги. На собрании поют. Мы попали на последний день Пасхи по Малаканскому вероисповеданию. И наткнулись на эту службу. Сейчас вот присвидеры поют. Собрание было. Ой, рыжий котик какой красивый. А это маргаритки. Я сейчас глянула рыжий кот. Мы на рыбе стоим, да? А там отборова рыжий кот. Котик. Котик. Открыть глазки, котик. Не открывай. Уважаемые мои зрители, должна признаться, что я не снимала на GoPro, который отлично снимает и нету тряски. А я же не знала, что мне разрешат снимать, фотографировать. Поэтому всё снимала на телефон. И прошу прощения за некое неудобство зрительное. Поэтому на всякий случай я и сфотографировала то, что мы ели там на Пасху. Это крашеные яйца, картошку и Пасху. И, конечно, малаканская капуста была. Последняя, так сказать, в текущем году. Потому что уже новая идёт капустка. Мы походили немножко по деревне, погуляли, посмотрели, какие дома. И, кстати, уже строят иные каменные дома. Если раньше были деревянные, известково-глиняные, побеленные, то теперь почти так же строят, как и армяне. В Армении вид вот этих русских слобод. Деревень, он аккуратный, везде белизна есть. Но малаканские сёла отличаются от сугубо русских сёл тем, что нету росписи. Я не заметила никакой росписи. А у нас, вот у папы в деревне в Привольном, русские казаки, они расписывали иногда голубой краской. Так что прошу ваших лайков, перепостов. А если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь, потому что следующее видео будет, опять-таки, о доме, но более современном. Это отчий дом наших друзей. Василия Алексеевича. Вот здесь всё посажу. Вот картошку, вот лоби, вот сделают огурцы посажу. Таня, а вы что делаете на воз, на удобрение? Конечно, мы селитром не можем, мы же на воз. Ну а у нас в деревне, в Арташаване, где Сахмусаван, они на топливо, у нас дров нету. Мы кизяки готовим. Ну, воняем, а нету другого. А, ну скажи вот это. Да, там же не печки, а то ныры. У нас сейчас вот здесь бугай стоит на 400 кило. Ну, он будет в стадо ходить. А резать когда будете? Резать не будем, пока он не будет ходить. Потому что у нас платное стадо, но платное. Вот я его хотела поймать. Ну что ж, ждите продолжения этой истории в Малаканское село. В Светлой Пасхе.